Танкисты, всем привет, всем хорошей среди, приятного просмотра и конечно же я вас всех поздравляю с праздником 9 мая, если я не ошибаюсь, то мы празднуем сегодня 78 лет со дня Великой Победы. Вот, и собственно говоря, вашему вниманию хочу представить ИСУ-122С для меня, на самом деле до этого момента танк был неизведанный и непонятен. Но как только я вышел на один единственный бой, я сейчас вам покажу, что это был за бой, он был конечно же сливной и после этого боя я сразу решил, а почему бы не записать видео для вас. Ну как бы 2700, пацаны, он настреливает, команда при этом абсолютно ничего не делает и если вы захотите у меня спросить, за сколько он продается в магазине, однозначного ответа у меня для вас нет, потому что он продается в составе наборов. Во-первых, первый набор вы можете приобрести за 10 тысяч, но честно могу сказать, если приобретение ИСА-2 я еще хоть как-то пойму, но вот остальное вот это вот песочное, ну точно не для меня. И второй вариант, когда вы можете приобрести этот танк, если я не путаю, да, в составе вместе вот с этим замечательным кромбелем В, ну тут хотя бы их всего лишь два. И может быть за 6000 это и ничего, но единичного предложения на танк, ну я по крайней мере не вижу. Ребят, не спешите отплевываться, не спешите хайте этот танк, посмотрите прежде на его технические характеристики и лишь один показатель вас заставит подумать немножко иначе. Ребят, у этой штуки ДПМ-3353, честное слово я, пацаны, не знал. И деструктор у него как будто бы нетипичный, ну не как на ИСА, не как на ИСА-2, да даже не как на СУ-152, если ты будешь ставить на него деструктор. Он как будто бы более точен. 0,353 разброса и время сведения 4 секунды. В общем, пацаны, что хочется сказать, эта штука явно лучше, чем СУ-152, не надо меня, пожалуйста, закидывать тухлыми помидорами, потому что я ненавижу СУ-152. Что у нас по маскировке, ну потому что это как бы ПТ, прежде всего, конечно же, для того, чтобы постоять первое какое-то количество времени, минуты-две, наверное, в кустах, чтобы, ну понять вообще, кто, где, какие раскатки, какие разъезды. 65, ребят, это, ну, маскировка типа уровня номер 10. Ну что, я предлагаю пойти в бой. На самом деле ИСУ-шка, я думаю, что она вполне должна, вот, ну, по крайней мере, этому противостоять танкам 8 уровня. Ну, как бы, типа, есть пробитие, мы, кстати говоря, надо после этого боя обязательно чекнуть, я что-то вообще забыл, самое основное посмотреть. Вот, у него есть маскировка, то есть, ну, на первой линии, вот, в данной ситуации я точно, ну, как бы, не хочу ехать. Вот, я постою сзади, понастреливаю по чужому засвету и буду чувствовать себя при этом прекрасно. Я удивлен, ребят, я удивлен этой ПТ и мне она действительно нравится. То есть, вы понимаете, что, да, деструкторная ПТ-шка, и я говорю, что она мне нравится. Так, я очень надеюсь, что тяжелый танк у нас проснулся. Ай-яй-яй-яй-яй, КВ-4 на деструкторе, какая же это боль, ребят, какая же это боль. Блин, я не знаю, на самом деле, ехать ли мне туда, прям, 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 на первую линию, там же, как бы, две ПТ еще стоят. Так. Не, слушай, наверное, не буду я все-таки высовываться, я, наверное, поеду вот куда-то, типа, к тяжам. Что-то как-то мне немножечко боязно, я вот по ИСу второму постреляю, если получится. Тем более, он тут стоит, вроде как, не понимает, что происходит. Ну, видишь, вот одна тычка, одна тычка на 400, все, у тебя 600 хп, крайне мало. Я хотел, как бы, в каток стрелить, ну, ладно. Вопрос. Слушай, ну, 4 секунды, ну, типа, можно перетерпеть и выждать, чтобы свестись. Главное, что мне хватает, ребят, пробитие, это, наверное, самое главное. Так, где ты там, я тебя не вижу. Хорош. Так. Так, 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 что это, что это за свет, я не понял. Там скорпион, а скорпион мне сейчас вынесет, я так думаю. Если он понял, где я. Надо откатываться назад. Надо, наверное, надо, наверное, как-то слева, что ли, обойти, что-то мне не нравится. Это ситуация. Постаю, подожду тут. А, попадание, ребят. Три, эээ, три хп у него осталось, ребят, попадание. Окей. Ребят, мы опять слились. Мне на этой пт-хе просто не везет с победами. Я не знаю, почему я на этой пт-сау не могу выиграть, народ. Что за прикол? Пацаны, что за прикол? Почему так? Можете, альфа не пройдет. Так, конечно. Ну, ребят, как бы, вот, мне нечего вам сказать, когда у нас восьмые уровни не играют. Вот правда. Я вам никак не могу прокомментировать эту ситуацию. Да, непонятная тычка была в вазу, в трех хпшную, но, видимо, попала в орудие. Но ты понимаешь, что играть на этой штуке приятно. Играть приятно, она дарит какие-то эмоции. Ну, наверное, за счет ДПМ. Что-то даже вывозит. Давайте теперь, прежде чем идти дальше, посмотрим, что у этой штуки по пробитию. Неужели типичное 175... Нет! Не 175-мм пробитие. 195 такта на ББшках, на подкалиберах 237. Слушай, это очень здорово, на самом деле, могу сказать. А если бы еще вместо подкалиберов были бы какие-нибудь кумари, наши с вами любимые, при таком уже пробитии, она бы просто разрывала, ребята, восьмерки. Все-таки на подкалиберах, особенно, если ты эту тачку будешь использовать, например, из кустов, подкалиберы могут терять при пробитии на расстоянии, и они это, собственно, и делают. И какие-нибудь там тигры вторые, какие-нибудь львы уже могут не пробивать. Ну, по крайней мере, не так эффективно. Ох, пацаны, не знаю. Видишь, ну, типа, 2,5, 2,200 настреливаешь, и... Ну, а команда не живет, команда не играет. У нас тяжелые танки, пацаны, отлетают, как ЛТ-шки какие-то. Тут бы позицию какую-то занять, такую, чтобы и фокуса по тебе бы не было. И чтобы ты мог откидывать. Центр я просто боюсь промазать с тем... С тем учетом, что в поле могут поехать. Хорош. Это был прекрасный... Ну, мне понравился выставлен, не знаю, как вам. В корме вот эти вот приколы на ИСАХ третьих мне не очень нравятся. О, у нас уже скорпа нет, ребят. Я не знаю, кстати говоря, где он отлетел. Ну, тут надо ехать вперед, я так думаю. Твои пацаны... А, понял. Sorry. Sorry. Поняли, да, что происходит, ребят? 37 хп у меня, что? 2500, я опять слив, ребят. Я не знаю, честно, я вам вот просто отвечаю. Я не понимаю, что происходит с рандомом. Это просто какое-то сумасшедствие. Я победить на этой ПТ не могу. Возможно, для вас это будут наиболее показательными бои, потому что, ну, типа даже в турбачах что-то получается вывозить и против танка восьмого уровня. Да, нету набора, например, если мы там будем рассматривать этот танк покупки, нету набора с одним, единственным танком ИСУ-122С. Вот, есть там какие-то, знаешь, вот эти вот приколы по типу Кромвеля, по типу там 15 танков. Но, я думаю, стоит все-таки ради вот этой штуки приобрести себе набор с Кромвелем. Потому что, ну, 6000 не так-то уж и много. Пацаны, я победить не могу, я понять не могу, в чем прикол. Что происходит? У меня одни сливы. У меня 9-го числа одни сливы. Как вот возьму, как из 5-й, как ты возьму, вот как это 400 урона. И, кстати говоря, обратите внимание, что эту штуку кидает. Я провел, ну, вот сейчас два боя, да, по-моему. Да, сейчас мы два боя катали против восьмерок. И один тестовый, я скатал на, ну, я вам показывал в самом начале, тоже против восьмерок. И сейчас опять против восьмерок. Поехали. Может быть, кто-то из вас скажет, что я прям слишком сильно агрессирую и просит вперед. Может быть, такое. Но эта штука плюс-минус так и должна играться, потому что это ДПМ. На седьмом уровне это мега топовый ДПМ. В тысячу раз лучше вашей любимой СУ-152. Прикол, который заключается в том, что у нее есть там какое-никакое пробитие на стоковом орудии, да, и фугасы. И все, блин. Ну, сейчас нашу химеру просто сложить, я думаю. Блин, как будто бы я попал. Правда, отрисовка была странная. Ну, это не я был, пацаны, это не я пробил ее. Посмотри на, ну, посмотри на Чири у нас, ребят. Ну, посмотри на нашу Чири. Ну, посмотри на нашего Чири, пацаны. Я там думал, что залетит куда-нибудь в Москву. И первая тычка, ребят, которая зашла, более-менее. Давайте, давайте, давайте. Фармим, фармим, фармим чувака на экшене. Это очень важно сейчас его забрать. Хорош, накоточка еще в скрытом боеукладке. Нет, не пробью его уже, потому что он там от ВЛД встал. Давай-давай, не стесняйся. Я точно знаю, что ты должен еще раз выехать. Опять рикошет? Шпик, святи его, пожалуйста. Да я... А. Я думал, ты мне просишь помощи. Ой, хорошо, как зашло. Ой-ой-ой-ой. Единственное, чем танкует этот танк, походу, это орудием. Надо, ну, надо реально ехать, пацаны. Надо реально ехать. Это 43-й тут. Я сейчас, наверное, оттуда получаю, нет? Так, Шпикутрович, просвети, пожалуйста, кусты. Боже, неужели это первая победа, пацаны? Ору. Он, кстати говоря, еще достаточно быстрый танк. Ну, типа, средуху в 2000 вообще изично делать на нем. Вот я вас уверяю в этом. О, ИСУ-152 тундра, здравствуйте. Ну, кстати говоря, он тоже ДПМный. Ну, 862, что-то тебе не пройдет. Ха, ты попасть не можешь. Блин, какой же это кайф, ребят. Просто на этой штуке просто приятно стрелять. Вот попробуйте. Я сам, ребят, я сам такой. Ты что? Из сундука, из бесплатного выпала ИСУ-122С? Что это за фигня? А иногда, ребят, важно присматриваться к не совсем популярным танкам. И ИСУ-122С, мое уважение, но это мега штука на седьмом уровне. Честно могу сказать, что, ну, я даже вот по простоте геймплея, я даже, ну, я даже приблизительно, если мы с вами будем говорить про ПТ, я даже приблизительно не могу сказать, чтобы игралось примерно хотя бы так же. Да даже если смотреть на тяжелые танки, которые, ну, в основной массе своей играется, если не проще, то как минимум так же, как ПТ. Вот даже вот сейчас, вот то, что открыто тут, играется все гораздо сложнее, чем ИСУ, вот эта вот ИСушка. Супер Хеллкат играется сложнее. Е-25 вообще, чтобы дать такой урон на Е-25, я понимаю, что это разные танки, но просто вдуматься, чтобы на Е-25 держать 2000 в современном рандоме, с малюсенькими картами, с альфой там сколько, блин, 15, ну, это практически невозможно. Ну, и про СТ-шки я вообще молчу. Ребят, если есть желание, 100% покупайте, но покупайте в составе набора, где только один ненужный танк. За 6000 золота вполне себе, ребят, если даже закрыть глаза на то, что вы этот танк продадите, я сейчас говорю про кроме Вильбе, и оставите только для себя вот эту вот штуку, вот не жалко 6000 золота, ребят. Народ, у меня на этом все, огромное спасибо за то, что посмотрели это видео до конца, поставили лайк, ну, конечно же, подписались на канал. Всем пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok